Тебя начинают уезжать, ты их начинаешь тоже воспитывать потихоньку, объяснять им, как надо жить. Это называется уже дружеские отношения. Есть три типа отношений между благостными людьми. И все эти типы отношений – близкие отношения. Близкие означают меняющую судьбу. Вот я сейчас с вами устанавливаю близкие отношения. Близкие отношения означают, что я не могу быть ни свысока, ни как, я могу только близким человеком быть, и всё. Иначе я не смогу вашу судьбу поменять, и свою в том числе. Потому что, когда человек говорит об истине, он меняет судьбу всех в это время. Потому что он делает то, что угодно Богу. Итак, смотрите, у благостных людей есть три типа близких отношений. Первый тип близких отношений в семейной жизни означает равные отношения. Семья означает равные отношения. Муж и жена равны между собой. Как они равны, сейчас мы это поймём. То есть мужчина, он по факту старший в семье. Старший. Это внешнее поведение. Но мужчина знает, что его жена… Вот такой мужчина. Какой мужчина может быть старший в семье? Знаете, какой мужчина может быть в семье старше? Который считает, что его жена лучше, чем он. Смотрите, женщина в семье лучшая, а мужчина старший. Женщины, вы согласны быть лучшими, а не старшими? Мужчины, вы согласны быть старшими, а не лучшими? Ну, конечно, Олег Геннадь. Ну, всё. Видите, гармония наступила. Нормально. Каждый получает своё. Потому что женщина ведь не хочет быть старшей. Женщина соткана из энергии любви, поэтому она хочет быть лучшей. Потому что лучше всего на свете – это любовь. А мужчина не хочет быть лучшим. Он хочет, чтобы его слушались. Ну, не надо быть лучшим, надо, чтобы было правильно. Потому что он соткан из знания. Женщина соткана из любви, а мужчина соткан из знания. Поэтому мужчине надо, чтобы было правильно, а женщине не надо, чтобы было правильно. Ей надо, чтобы она была лучшей. И чтобы это значит, что её мнение очень сильно ценили. Если мужчина говорит, ну ты вообще так говоришь, вот правильно говоришь, я так ценю твое мнение, но я не смогу вот так поступить, как ты хочешь. Нормально, она принимает. Главное, что ее мнение оценили. Она принимает. Или нет? Если она разумная женщина, принимает. Мужчина оценил, он говорит, ну правильно все. Правильно, я должен разговаривать нежно с тобой, но не могу. Правильно. Не могу, потому что я такой вот тупой. Ты лучшая у нас, ты вот нежно можешь разговаривать, а я не могу. Женщина примет? Примет. Но как в каком случае она примет? Когда она находится в благости. Потому что только благостные люди могут строить близкие отношения. Близкие отношения в семье означают равные. Равные отношения. Равные отношения означают две вещи. Вот равные отношения строятся на двух принципах всего. Первый принцип. Я тебе служу. Это главный принцип. Второй принцип. Я имею право тебе открыть свое сердце и объяснить, как я понимаю жизнь. Не заставить тебя жить, как я хочу. Ни в коем случае. Смотрите, чувство собственного достоинства у благостного человека не ущемленное. Когда человек доказывает свою правоту, когда у него ущемленное чувство собственного достоинства, он всегда всем что-то втуляет. Страстный человек втуляет любое знание. Даже если это знание благостное, он приносит домой, говорит, послушай, тебе это поможет. Он знает, что он страстный, пока он нет близких отношений в семье. Потому что близкие отношения означают очень и очень тактичные отношения, деликатные отношения. Деликатные означают деликатные прежде всего в недостатком человека. Вот допустим, муж, недостаток любого мужчины какой? Мужчина имеет очень сильный, однонаправленный разум. И поэтому ему очень трудно поменять свое понимание вещей. Он не может, как женщину, так раз и послушать. Понимаете, ему невозможно, потому что ему надо для этого очень много веских оснований в сердце, чтобы начать что-то слушать для себя в жизни. Для мужчины много оснований надо. Если вот хотя бы пять мужчин пришло сюда на лекции, я думаю, господи, чудо. Потому что много оснований. А для женщины слушать это, естественно, другое знание. Почему? Потому что она имеет другую природу. Смотрите, мужчина соткан из знания. И это его фундамент. Поэтому ему менять свой фундамент очень сложно. Ему надо всю жизнь поменять таким образом. А женщина, она соткана из любви. А знание для нее не фундамент. Знание для нее пища. Для мужчины любовь пища. Мужчина питается любовью. Женщина чем питается? Знанием. Она кушает знания. Она говорит, я на лекцию на самом деле прихожу. Может быть, я не все поняла, но мне там хорошо. Я хочу так жить. Я, может быть, не все понимаю, но я хочу так жить, потому что мне хорошо так жить. Вот в таком ключе. Женщина так говорит. А мужчина говорит, стоп. Не факт, что я хочу так жить. Я должен во всем разобраться. Но другое мышление совсем. И поэтому мужчине невозможно взять лекцию и пихнуть. Но интересно знать, что так как мужчина питается любовью, то как муж может начать изучать, как правильно жить? Через жену он это происходит. Как это происходит? Через благостную жену только это происходит. Когда женщина перестает желать наслаждаться за счет мужа и начинает жить внутренней жизнью в семье. То есть она живет тихонько по лекциям и никого не трогает. А если муж спрашивает, ты что такая хорошая у меня стала? Она говорит, да ты на самом деле у меня хороший-то. А я похуже? И он понимает, что он ответа не найдет. И он начинает смотреть, что она изучает. Он изучает жену, начинает изучать жену. Он ищет правду. Смотрит, опа, лекции какие-то слушает. Дай-ка я послушаю. Но жене не говорит, что он лекции слушает. Он тайком это делает. Мужчина меняет свою жизнь тайком. Потом в какой-то день он приходит к жене и говорит. Я всегда так понимал жизнь. Ты хочешь жить вот так вот? Пожалуйста. Я всегда так понимал в сердце, что так надо жить. Мы с тобой об этом просто не говорили. Ну, я всегда так понимал. Я бы на месте Олега Геннадьевича еще об этом вот сказал бы. Разобрался во всем, послушал, изучил и поменял свое мышление. И жизнь пошла уже в другом русле у него. Таким образом, смотрите, то есть мужчине помочь невозможно. Без любви. А любовь означает деликатность, не трогать его, принять его таким, говорить. Да ты у меня и так хорош, тебе не надо менять. Тебе не надо даже лекции слушать. Ты у меня и так по лекциям весь. Морду мне даешь по карме, по моей. С грязными ботинками ходишь по квартире. На баб, на чужих смотришь. Все по лекциям. По моей карме. Почему? Потому что я в прошлой жизни была такой же. Ты по лекциям, зачем тебе их слушать? Ты по лекциям живешь. И искренне, как бы, она говорит своему мужу. Все. Это значит, что когда нет насилия, просыпается разум благости у человека в жизни. Нет насилия, просыпается разум благости. И он, проснувшись, он долгое время развивается, растет. Его не надо трогать. Это не наше дело. Когда человек будет менять свою жизнь, это не наше дело. Наше дело – жить в благости. Когда человек живет в благости, он очень нежно живет. Он никого вокруг не трогает. И всех любит такими, какие они есть. Он по факту никого не мучает вокруг себя. Благостный человек. И все развиваются вокруг такого человека. Они растут, как растения, которые имеют солнце и воду. То есть имеют любовь в своей жизни. Любовь означает не трогать. Деликатное отношение к человеку. Потому что благостные люди догадываются, что каждый человек так себя ведет только по одной причине, что по другому он не может. Это страдание заставляет человека вести себя плохо в жизни. Страдание.